Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Тайнур Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Мы согласны. Руководитель антикоррупционной службы сделал предложение. Праймерис выявит лучших. В стране стартовали внутрипартийные выборы в Нур-Отан. Вопреки законам и карантину в Капшагае и Талдыкургане выявили 4 секс-притона. 743 тысячи казахстанцев нашли работу. Такого результата удалось добиться благодаря государственным программам, направленным на ликвидацию безработицы. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания с премьер-министром страны. Аскар Мамин поручил регионам сохранить уровень безработицы, сократить и поддержать безработных граждан. 1 миллион 220 тысяч человек. Столько граждан страны планируется охватить государственными программами, такими как Янбек, Дорожная карта занятости и бизнеса. Глава Кабмина заслушал доклады руководителей ведомств и регионов и поручил продолжить работу по сокращению безработного населения, а также принять меры по оптимизации бизнес-процессов, электронной биржи труда и усилению мониторинга их реализации. До конца года осталось лишь 4 месяца. Акиматам необходимо активизировать работу по реализации программ. В текущих условиях первостепенная задача – это обеспечить занятость граждан. Необходимые ресурсы выделены, все инструменты есть. Нельзя допустить возникновения несбаланса на рынке труда. В Алматинской области по плану должно быть более 46 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день создано 38 тысяч. Увеличить количество занятых планируется посредством микрокредитования малого и среднего бизнеса. На эти цели из бюджета выделено 4 миллиарда 600 миллионов тенге. Количество людей, желающих открыть свое дело, по сути, должно возрасти. Однако их количество не увеличилось. Акиматаматинской области раскритиковал работу руководителей районов и соответствующих управлений, связанную с недостаточной информационной работой среди населения по государственным программам, и призвал к конкретным действиям. Около 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса вы не можете распределить микрокредит. 15 дней я вам даю, что вы день и ночь работали, распределили и поднялись на первые вот эти строчки. А потом через полгода, я вам не сказал, три месяца, через полгода, пока он там магазинчик построит, пока вот эти 10 коров купит, понимаешь, или там какое-то оборудование купит. Через полгода покажете мне 2-3 производства. С телевидением совсем. Еще один обсуждаемый вопрос на заседании правительства развития рыбного хозяйства. Оскар Мавин поручил до 1 ноября этого года разработать программы развития данной отрасли во всех регионах страны. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с соответственными государственными органами поручено проработать с бизнес-сообществом предложение по расширению субсидирования рыбной отрасли. Алексей Цуэй, Доскалиев, Телеканал ЖТСУ. 137 уголовных правонарушений зарегистрировано в Алматинской области за 7 месяцев текущего года антикоррупционной службой. К уголовной ответственности привлечено 87 должностных лиц. Результаты мониторинга в сфере земельных отношений и государственных закупок, а также реализации антикоррупционных мер в обеспечении продовольственной безопасности были озвучены на заседании Межведомственной комиссии. Его возглавил Аким Алматинской области Амандык Баталов. Весной этого года представители антикоррупционного комитета Алматинской области провели мониторинг в сфере земельных отношений. В ходе проверки установлено нецелевое использование земель, выданных по инвестиционным проектам, а также получение земельных участков в долгосрочную аренду посредством госуслуги членами земельной комиссии. Руководитель антикоррупционной службы по Алматинской области заверил, аналогичные ситуации есть в каждом районе. Состав земельных комиссий не обновляется. В результате нет прозрачности ее деятельности. В свою очередь Амандык Баталов назвал коррупцию болезнью и рассказал о махинациях с землей. По земельным вопросам, вот вам яркий пример, Толгарский район. Сейчас два руководителя, и земельский архитектор. Сейчас все уже в интернете везде спрашиваю. Ни еще летать так слышу. Это уже как болезнь. Я в 2014 году Ереваса докладывал о том, что какие вот эти вот переделывые земельные участки, делят, дробят его, садовое общество, там есть разрешение строить домостроение для хранения инвентаря. Но вместо этого домика для хранения инвентаря вырастает там коттеджи, по тысячу, по полторы тысячи квадратных метров. А землю начинает продавать. Было предложено пересмотреть работу земельных комиссий и обновить их состав во всех районах. Амандык Баталов назвал это решение рациональным, отметив недопущение возникновения конфликта интересов в работе земельной комиссии. Наряду с этим руководитель антикоррупционной службы подчеркнул неэффективность реализуемых мероприятий СПК ЖТСУ по обеспечению продовольственной безопасности посредством стабилизационного фонда. Глава Алматинской области отметил важность проведения мониторинговых рейдов, так как они выявляют просчеты и махинации. Мы тоже стараемся эти вопросы заранее решать. Когда огромная сумма денег государством была выделена, я специально создал группу с привлечением представителей общественных организаций, чтобы выезд, монитор, постоянно прослеживая, на всех участках мы должны вот эту работу именно противодействия коррупции проводить постоянно. В ходе заседания было отмечено, что за отчетный период к уголовной ответственности за коррупционные преступления было привлечено 87 лиц, в том числе 29 первых руководителей. Общий ущерб по оконченным уголовным делам превысил 3,5 миллиарда тенге. Возмещено 2,8 миллиарда миллионов. Наложено арестное имущество почти на 300 миллионов тенге. Как показывает анализ оперативно-следственной практики, чаще всего доля коррупционных преступлений связана с взяточностью, на которые приходится каждое второе зарегистрирование преступлений 62,2% или 64%. 13,6% приходится на факты злоупотребления должностными полномочиями, 14,5% на присвоение и растрату вверх на чужого имущества. Амандык Баталов подчеркнул, что антикоррупционная работа должна быть направлена на опережение коррупционных предпосылок, превенсивная работа, по его мнению, помогает не доводить ситуацию до возбуждения уголовных дел. Весь смысл сейчас, и Ельбаса, и президент говорит о том, что не хватает, не сажать, а именно превентивную работу. И когда мы вынуждаем людей идти на такие вещи, мы руководители, я обошла, должны им создавать условия, если мы правильно будем решать, и искоренить можно. Сама собой она исчезнет. Подводя итоги, Амандык Баталов отметил значение проводимых работ сервисными акиматами, нацеленных на повышение цифровой грамотности населения. К слову, на сегодняшний день в области функционирует 7 сервисных акиматов. Еще 13 акимобласти поручил создать до конца года. Евгения Присяжина, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Некогда мечта, ныне реальность. Экономное системно-централизованное отопление поэтапно вводится в Толгарском районе. Еще 2-3 года назад владельцы квартир в микрорайонах Мелиоратор и Бостергай отапливали жилье кто чем мог. В январе 2018 года Акимобласти пообещала решить вопрос. Буквально в тот же год на природный газ переведена 21 блочно-модульная котельная. За счет этого возросла их продуктивность, и централизованным отоплением власти района обеспечили 129 многоквартирных домов. В текущем году в этот список войдут еще 13 многоэтажек. Объем работ небывалый, говорят местные жители, поскольку параллельно ведется благоустройство внутри дворовых, детских площадок и дорог, строительство и реконструкция социальных объектов. В приоритете качество. Плюсы блочно-модульных котельных современная система благоустройства оценила давно. Автономные, малогабаритные, сравнительно недорогие в возведении. Они помогли решить наболевший вопрос централизованного отопления для жителей Толгарского района. Некогда для обогрева квартир жители нескольких микрорайонов Толгара были вынуждены устанавливать собственные печи. С 2018 года уже 129 многоквартирных домов или 3857 квартир пользуются удобным централизованным газовым отоплением. Тепло и чисто радуются жителям многоэтажек. Работы продолжаются и в этом году. Их ход проинспектировал первый заместитель Акимобласти Лязат Турлашев. Как доложил ему курирующий сферу заместитель Акима района, в текущем году идёт установка ещё 11 аналогичных блочно-модульных котельных. «13 многоквартирных жилых домов мы в этом году планируем охватить централизованным отоплением. Это 632 квартиры. Котельные будут работать на природном газе, что исключает загрязнение воздуха и не требует подвоза угля». 46 объектов сейчас в районе реализуются в рамках дорожной карты занятости. В их числе внутри дворовые площадки для жителей микрорайонов Бостургай и Мелиоратор. Это долгожданное обновление. Сразу 6 таких объектов, рассчитанных на 23 многоквартирных жилых дома, реализуются только в райцентре. По проекту учтено всё. Спортивный инвентарь для подростков и взрослых, прогулочные дорожки, места отдыха, игровые зоны для малышей и, конечно же, безопасность. Специальное покрытие предупреждает детский травматизм. «Не только в нашем микрорайоне произошли такие большие изменения и большие работы. На протяжении всего нашего города все улицы у нас оснащены освещением, все улицы у нас асфальтируются. Очень большую работу провели». В текущем году дороги обновляются в 16 населённых пунктах района. Это 76 улиц, 24 из которых за счёт местного бюджета, 52 в рамках дорожной карты занятости. Однако есть ещё ряд задач, которые в ближайшее время предстоит решить уже новому Акиму. Так, в районе ещё требуют ремонта водопроводные сети на 70% изношенные ирригационные каналы. Ещё актуален вопрос трёхсменного обучения детей в школах, а в ряде населённых пунктов нужен высокоскоростный интернет, что в свете предстоящего дистанционного обучения в новом учебном году весьма актуально. В Казахстане стартовали предварительные внутрипартийные выборы в Нур-Отан. Праймерис продлится до октября. Председатель партии большинства по случаю начала выборной кампании обратился к народу Казахстана. Вельдернация отметил, что это реальный социальный лифт для граждан с активной гражданской позиции, который приведёт к перезагрузке в правящие партии. А равные условия для всех участников позволят объективно оценить кандидатов. Праймерис в Казахстане проводится впервые. Как отмечает лидер нации Нур-Султан Азарбаев, выборы в правящую партию – это поиск новых идей, проектов и людей. И потому, считает Ельбасы, именно партия должна стать источником движения во власть новых лиц и авторитетных лидеров, способных принимать важные для судьбы страны решения. Первый президент Казахстана призвал всех партийцев и сторонников Нур-Утана принять активное участие в важном политическом событии. Уверен, что в атмосфере доверия, взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы. Озвученные проблемы партия должна взять на карандаш, то есть на контроль. Все решения необходимо увязать с возможностями, конечно, бюджета для включения в предвыборные программы каждого региона, города и области. Перед страной стоит вопрос после пандемии – восстановление экономического роста и создание за счет этого рабочих мест. Оживление работы малого и среднего бизнеса – это заработки, это улучшение жизни. Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны. Все это войдет в предстоящую предвыборную программу партии и станет руководством к действию ротановцев на следующие пять лет. Праймерис проводится во всех регионах Казахстана, в том числе и в Алматинской области. Заявку на участие могут оставить все граждане страны, не имеющие судимости. Для этого нужно пройти несколько этапов. Первый. Беспартийным, желающим принять участие, нужно вступить в партию Нур-Отан. Далее необходимо зарегистрироваться в информационной системе праймерис.кз. Сделать это можно через сайт или мобильное приложение, подать заявление и загрузить все необходимые документы. После всех процедур кандидат должен лично подойти в территориальный филиал партии по месту проживания. Если все положения, все требования он выполнил, его кандидат одобряет и модератор, и председатель. Утверждает его как кандидата. После этого у него в системе открывается свой кабинет. В этом кабинете он может вложить видео, видео ссылки, фотографии, свои агитационные материалы, что в онлайн-формате. Заявки на участие принимаются уже со вчерашнего дня. Праймерис продлится до 3 октября. Его итоги будут опубликованы 5 октября. Добавлю, как утверждают специалисты, партийные выборы помогут выявить сильных лидеров, которые войдут в кадровый резерв партии Норутан. Алексей Цоя, Блэй Кутукбай, Телеканал ЖТСУ. На 15 миллионов тенге изъяли гашиш полицейские ВКО. Стражи порядка пресекли канал поставки и сбыта наркотиков из Алматы в Усть-Каменогорск. Серая схема наркозбытчиков раскрыта входит в тщательно организованных оперативных разработок. В результате было конфисковано свыше 7,5 килограммов или 157 полимерных сверстков наркотического вещества. Организаторами незаконного бизнеса оказались родные братья с поддельником 1977, 79 и 80 годов рождения. Наркозбытчиков взяли под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Пожар на казахфильме «Спланированный поджог», утверждает президент киностудии Акан Сатаев. Напомним, что пожар на территории киностудии Минишакена Айманова произошел 14 августа. Материальный ущерб составил 50 миллионов тенге. ДВД Алматы возбудило уголовное дело. Администрация киностудии также проводится внутреннее расследование, в ходе которого стало известно, что возгорание началось на открытой территории лесосклада. Спустя около 20 минут загорелась декорация «Внутренний двор Шайбан-Шаха», созданная для исторического фильма «Казахское ханство». Это деревянное строение находилось на расстоянии около 300 метров от первого очага. На складе не хранились горючие материалы, к нему не было подведено электричество, что исключает версию самовозгорания, сообщают сотрудники киноконцерна. Полицейские Алматинской области разоблачили и закрыли 4 притона. Функционировали они в городе Капшагае под видом элитных бань, которым, как говорится, карантин был не писан. Их администрированием занималась 38-летняя местная жительница. Секс-притом был выявлен и в городе Талдыкурган. Работал он на базе одной из городских гостиниц. Рассказывает Антон Хатиновский. Появление стражей порядка в этом неприметном одноэтажном здании никто не ожидал, хотя на самом деле внутренняя жизнь, скрытая от посторонних глаз, как говорится, била ключом. Здесь постоянно проживали и оказывали свои услуги девушке легкого поведения. Их задержали с поличным вместе со сводней, которая оказалась администратором заведения. О деятельности проживающих здесь восьми девиц красноречиво говорили обнаруженные меченые деньги и контрацептивы. С какой целью идти сюда? Отдыхать приехали. Отдыхать приехали, да? Кто вас вызвал сюда? Вот они. Отметился в криминальных сводках и областной центр, где в одной из гостиниц в период карантина функционировал самый настоящий бордель, в котором трудились 10 девушек. Трое из них гражданки Узбекистана. Жрец любви задержались поличным вместе с их покровительницей. 29-летней жительницей Талдыкургана. Проходим. Чем занимаетесь здесь? Полиция. Департамент Алматинской области. Понятые. Так, для вас сейчас будет подсчет длинный жертвец. Номинал. Раз, одной тысячи тенге. Два, три. В начало года на территории Алматинской области было возбуждено 6 уголовных дел по статье 309 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть, организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества. Ответственность задержанные понесут и за содержание секс-притонов, и за нарушение карантинных мер. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ. При содействии пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. Игровые автоматы отправили на металлолом. 12 августа сотрудники Департамента экономических расследований Алматинской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъяли игровые автоматы и терминалы у нерадивых бизнесменов Ильского, Карасайского и Жамбылского районов. Пять приговоров суда уже вступили в силу. В рамках уголовных дел о незаконном содержании игорного заведения или незаконной организации деятельности в сфере игорного бизнеса в одном из крупных пунктов приема металлолома уничтожено 15 игровых автоматов. Границы расширяются. С 2021 года портал социальных услуг заработает на 100%. Если в настоящее время через него можно приобрести только 24 вида технических средств реабилитации, то с нового года их станет 55. Более того, как отметили специалисты, с начала следующего года через платформу услуги получать смогут не только инвалиды. Подробности в материале. Портал социальных услуг внедрен весной этого года для удобства людей с особыми потребностями. Посредством него инвалиды могут приобретать необходимые для жизни предметы, не выходя из дома. Пока на портале 24 вида технических средств реабилитации. С нового года в перечне войдет еще 31 наименование. Как утверждают услугополучатели, функционирование платформы, пусть даже не на всю мощь, намного облегчает их жизнь. Получается, что мы подаем заявку удаленно через свои цепы. Не нужно ходить в САБЕС, нужен только компьютер, доступ к интернету. Я, допустим, заказал, выбрал тип доставки к УЕСК. Через 10 дней мне позвонили, спросили, когда мне удобно будет. После обеда, когда я привез коробку, поставил домой в квартиру. Ни каких проблем нет. По словам специалистов, буквально через 6 месяцев в онлайн-формате можно будет заказать и специальные социальные услуги. К ним относятся услуги индивидуального помощника, специалистов жестового языка и санаторное курортное лечение. Пробную версию оказания таких услуг в онлайн-режиме запустят уже осенью этого года. Сейчас дополнительно планируем до конца года пилотном проекте для направления санаторно-курортного лечения обеспечить 15 или 20 человек именно через портал социальных услуг. Таким образом, с 2021 года портал охватит полный спектр услуг, необходимых для людей с особыми потребностями. Вместе с тем, как поделились с нами в ведомстве, через данную платформу будут обслуживаться не только инвалиды. К примеру, детям от 1 до 6 лет из числа получателей адреса социальной помощи на сегодняшний день обеспечиваются гарантированным социальным пакетом, то есть через акиматы сельские и отделом занятости социальных программ. То вот эти все услуги будут переходить плавным переходом на портал социальных услуг. К слову, за пять месяцев работы интернет-ресурса для получения свыше 4 тысяч услуг обратилось около 2,5 тысяч инвалидов. Более 2 тысяч различных средств реабилитации на сегодня уже доставлены адресатом. Айнур Мирханова, Абылая Куттыкпай, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Время с пользой. В Алматинской области начал работу первый в своем роде онлайн-лагерь. Стать участниками такого необычного мероприятия, организованного волонтерским центром ДОСКИ-З, смогли учащиеся старших классов сельских школ со всех регионов края ЖТСУ. В первом сезоне прошли олимпиады, в которых свои силы опробовали порядка 400 человек. Сегодня состоялось открытие второго сезона. В честь этого был проведен День масок, в рамках которого ребята различными способами должны были украсить свои маски, еще раз показав, что в нынешнее время нельзя забывать про средства индивидуальной защиты. В целом на протяжении недели около 200 школьников, разделившись на 20 отрядов, примут участие в конкурсах, викторинах, клубах казахского, английского и русского языков, научатся писать эссе и создавать эмблемы. Волонтерам помощь в проведении лагеря оказали партнеры, которыми выступили детская библиотека имени Бегалина, город Алматы, Назарбаев интеллектуальная школа и другие. В конце августа будут подведены итоги работы. Победители получат ценные призы. Мы определяем победителей, кто участвовал в викторинах, конкурсах, показал лучшие результаты. И лучшим будут вручены смартфоны. Это сейчас актуально, потому что дети принимают участие именно из сельской местности и принимают участие из многодетных, неполных семей, малоимущих семей. В рамках проекта Центра поддержки гражданских инициатив, большой общенациональный проект БРГМСБЛИМ, хотим таким образом помочь как-то технические оснащения улучшить именно в сельской местности школьникам. Вечная память герою. Очередной арт-объект украсил стены Талдыкургана. В этот раз он посвящен 20-летнему Улжасу Кулжабекову. В августе 2008 года он пожертвовал жизнью, спасая утопающих детей. Увековечить память героя пригласили художников из Алматы. Ранее они выполнили работу по созданию мурала, посвященного Бейсену Куранбеку, выдающемуся журналисту. Родные и друзья Улжаса с гордостью помнят его подвиг. Теперь благодаря муралу его будут помнить все жители нашего города. Создание мурала Улжасу Кулжабекову было организовано проект офисом Рухани Жангру совместно с управлением внутренней политики Талдыкургана. Жители и гости областного центра могут увидеть его на оживленном пересечении улиц Балапанова и Конаева, на въезде в город, рядом с дворцом школьников и центром обслуживания молодежи. Место выбрано не случайно. Героизм Улжаса должен стать примером нынешнему поколению. В этом году исполняется 12 лет со дня смерти моего сына Улжаса. В трудный момент он, не задумываясь, бросился спасать жизнь другого ребенка. Я думаю, пример моего сына послужит примером для других, для молодежи нашего города. Улжаса помнят как жизнерадостного и отзывчивого. Указом президента он был посмертно награжден медалью Ерли Гущен. В родной школе номер 12 ему посвящены уголок в Музее боевой славы и доска памяти. В западном районе города его именем названа одна из улиц. Все эти меры призваны увековечить подвиг простого талдукурганского парня, ставшего настоящим героем. Улжас был уникальным человеком. Он закончил 12-ю школу, был дружен с одноклассниками. Не каждый способен пожертвовать жизнью ради другого. Волонтера благородили улицу имени Улжаса. Это уважение герою. Мы должны равняться над таких, как он. Благодаря Улжасу два человека остались живы. Жители нашего города навечно сохранят в памяти примерного сына, верного друга и настоящего героя. В бескорыстном порыве жизнь юного Улжаса была прервана, но стены нашего города сохранят его подвиг на долгие годы. Рустам Аралбаев, Хайрат Костурганов, Телеканал ЖИЦУ. Это были все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин